Поэтому дальше будет простая мотивационная история, так называемая 1 плюс 4. С точки зрения этой концепции есть 5 мотивационных факторов. Один материальный и четыре нематериальных. И большая часть людей так или иначе мотивируется сочетанием 1 плюс 4. Материальный фактор, потому что деньги любят все. Все по-разному любят, но идея, что кто-то без денег будет работать, она даже в случае, когда вы занимаетесь благотворительностью, она плохая идея. А почему? Не потому, что с вас обязательно деньги потребуют, а потому, что если речь идет о благотворительности, о любой волонтерской работе, вы все равно проговариваете тот факт, что, например, за это деньги не платят. Это благотворительность. Это твоя помощь. То есть не обязательно деньги должны присутствовать в виде денег, но разговор о них так или иначе должен быть. Человек должен ясно понимать, за это платим, за это принципиально не платим, чтобы не было никаких двусмысленностей. И дальше тот, кто хочет и понимает, что да, в данном случае денег не будет, он прекрасно ориентируется на любой из четырех других мотивационных факторов, которые у него есть. Если мы говорим о волонтерстве, если мы говорим о людях, которые работают за зарплату, как в случае, например, вашего, то все равно, да, есть деньги, есть важный финансовый операционный фактор, но деньги не решают все. Это, кстати, типовая ошибка иксов. Это много иксов, которые считают, я тебе плачу, человек еще надо. Я недалеко шесть месяцев назад слышал такую историю, ну как историю, собственно, да, это был разговор с одним из собственников компании, который с легкой печалью в глазах задавал мне вопрос, почему мне говорят, что я не говорю спасибо, я плачу чуть выше рынка, что еще надо, какое спасибо, вот эти деньги, зарплата, бонусы, это же и есть спасибо. Если бы мне так платили, я был бы счастлив. Я еще и благодарить должен за работу, что ли? Причем вот это вот возбуждение, да, и вот это вот, оно сменялось как реальное печаль, типа, ну какое спасибо, ну кто мне это выяснил? Ну я лично. Это отлично положится и в особенности игреков, и в мотивационные факторы. Их немного, и с ними мы разберемся достаточно быстро. Ну слушайте, как летит время, по-насамому, у нас осталось не так много, но и не так мало. Их пять. Итак, мотив вознаграждения. Кадры очень легко удовлетворить. Денег дал человек счастлив, который очень-очень слабо удерживает. Дали на другом месте денег на 5% больше, я ушел. Поэтому пытаться человека удержать только на денежном мотиве, ну, хотите, попробуйте. Вот, но тогда надо набирать таких жестких пробитых иксов, таких циничных, вот до предела, как бы. Вот, и все время повышать им выгод. Пока не разоритесь, они будут на вас работать. Следующие четыре мотива, они нематериальные. Это мотив социальный, процессный, мотив достижения и идейный. Они по-разному людей мотивируют. Ну, например, социальный мотивирует прекрасно, очень высоко мотивирует. Но, зато, если вы ему не удовлетворили, то все. Вот, падение мотивации даже не плавно, а оно просто скачкообразное. Я ждал, 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 что будет вот это. Вот этого нет. Идите вы со своей неэтичной компанией. А социальной. Идите вы вообще. Ну, вы, конечно, не идите, вы оставайтесь, я остаюсь, я пойду, говорит Игорь, и идем. Процессный мотив, да, я чуть дальше объясню, что это такое. Он очень самомотивирует. Ему, в принципе, внешние воздействия не нужны. Но зато, если у вас в компании сплошная рутина, если творчество там не предусмотрено, то как бы вам не нравился этот человек, как бы они пытались его удержать, он не удержится. Ну, потому что он внутри себя не мотивировал, поэтому, ну, все равно скажет, до свидания. Достиженец нуждается в ступеньке, в вызове от вас, как руководителя, вызов какой-то. Сделай более сложную идею, давай еще более сложный проект волонтерский возьмем, еще более сложный, еще более сложный. И вот эти ступеньки действуют. Если мы таких ступенек не предоставляем, особо яркие достиженцы сами себе могут построить проблемы, вернее, не проблемы, а вызовы и течения, нуждая сами туда забраться, и будет от этого хорошо. Проблема в том, что если вы не в состоянии, как руководитель, как куратор, как начальник этого человека, создать челлендж, если ваша позиция, мы нормально же работаем, вчера было хорошо, и сегодня хорошо, тебе еще больше всех надо? Да не больше всех, а сложнее всех, отвечает достижение. Нет, у нас все простроено, ну, все, тогда ладно, я пошел. Вот в соседней компании Б, в соседнем фонде Б, там более сложные истории, там больше вызовов, мне туда. Ага, вознагражденцы. Все предельно просто и понятно, здесь особо говорить не. Бонусы, премии, любые другие формы денежные, которые вы можете им дать, прекрасно их мотивируют. И хорошая работа, они считают, работа, где платят больше. Ну, больше платят, работают лучше, что еще тут думать? А есть нюансы. У них очень обостренное чувство справедливости. И если принципы оплаты несправедливы, вот, то это демотивирует. Это особенно важно, если у вас Y с таким типом мотивации доминирующим. Y вообще склонен проговаривать что-то. А если он еще видит несправедливость оплаты, ждите, как бы, регулярных, постоянных, довольно громких вопросов, а почему так? А почему за этот проект заплатили не так, как обещали? А где вообще мои деньги? А где деньги моей команды? А бонус не за прошлый год. А за прошлый год. А я вообще сейчас иду. Ну, а, соответственно, хороший руководитель для них – это тот, кто помогает или хотя бы не мешает зарабатывать. Просто, прозрачно и ясно. А распознать, а вам важно распознать такую тип мотивации у человека, да и вообще важно распознать. Очень просто. Вы поговорите с человеком. Просто поговорите. Благо, Ирики разговорчивы. И вам довольно быстро зададут вопросы. Если это новичок, то он спросит, а как можно сократить испытательный срок, чтобы быстрее выйти на нормальные уровни оплаты? А на других вакансиях? А вот вы говорили там что-то про развитие, ладно, там подалекое не надо, а ближайшее. Да, вот я сделаю это, мне как повысить зарплату? Не стесняйтесь. Спрашивайте, вам ответят. Здесь все очень прозрачно. Только, пожалуйста, если человек очень резко, материально ориентированное, не надо записывать его в плохие люди. Я вас уверяю, даже очень сильно ориентированные на деньги люди все равно имеют какой-то другой нематериальный мотив, который, собственно, их и побуждает. Работать волонтерами, вписываться в благотворительные проекты, тратить свое время на вещи, которые, казалось бы, вообще не приносят никаких денег. Я знаю человека, у которого все хорошо, с доходами, у которого все прекрасно, с балансом в жизни, он вообще во многих отношениях прекрасен. И на вопрос, зачем ты ездишь в этот и в этот детский дом, это не приносит тебе ни денег, ни слова. Ну, вопрос, конечно, немножко провокационный. Ну, как, зачем? Ну, потому что я этого хочу. Я считаю, что это важно. Я очень люблю деньги, но я считаю, что это важно. Это не важно. Мне надо понять. Человеку важно, значит, у меня есть какой-то другой мотив. Здравствуйте. Так, 10 минут. 10, 15 минут и еще какие-то. Ну, нормально, мы уложимся во все, потому что мы очень быстро поедем на эти истории. А социальные мотивы. Ключевой момент здесь – коллектив. Восприятие коллектива как семьи, восприятие коллектива как команды, поддержка коллег. Это очень часто встречающийся у игриков мотивационный фактор. Вот для иксов иногда пытаются сознательно возбудить эти мотивационные вещи. Но коллектив иксов, хороший коллектив, который он любит, это в основном коллектив, где друг друга хотя бы не кусают больно и можно спиной коллеги повернуться. Вот это хороший коллектив с точки зрения икса. С точки зрения икса требования к коллективу значительно выше и требования к руководителю выше. И какое за удовольствие, когда у вас нормально выстроена социальная история в компании. И вы видите, как скачкообразно растет эффективность работы команд состоящих из игр. Процессники – это в первую очередь люди, которым важный процесс наладить. Это профессионалы. Это люди, которые очень плохо ложатся в какой-то график. Это вообще чаще фрилансеры, либо какие-то с научи специальных условиях работающие люди. Но он приходит, делает что-то, выстраивает. Говорят, о, и я выстроил. Других задач нет? Все, у вас нечего больше выстроить. Я пошел. И удержать его в этом случае не нужно. И не нужно, пусть идет. Когда у вас возникнет задача, он с удовольствием вернется. Это очень лояльные люди и очень легко возвращающиеся. И это опять-таки накладывается на истории игреков. Я сделал проект, я попробовал себя в этой сфере, я пошел. Если игрек – процессник, то он приобретет колоссальные ошибки за очень короткие сроки. На самом деле, поработав в разных отраслях, в разных каких-то сферах, и при этом будет учиться выстраивать все новые и новые процессы, это мегаценный кадр через некоторое время будет. Достиженец, ну, я про него и так много говорил, поэтому здесь особо останавливаться не буду. Этому главное дать ступень. А идеи – это человек, который отождествует себя и свой фонд, свою команду, свою компанию, вот он вообще перестает разделять. Это больше, чем социальный тип мотивации. Он другой уже. Государство – это я. Я – это моя компания. Что для вас компания опрашивает, скажем, коллектив реча? Ну, социальщики пишут, это коллектив. Идейные пишут. Слушайте, ну, фактически я живу в этой компании. Я и есть в этой компании. Это даже больше, чем моя семья. Вот он, типичные идеи лентиляционных факторов. А верный способ такого человека обидеть – это отключить его от информации, сказать, послушай, мы обсуждаем вопросы, которые не твои. Что значит, не мои? В каком смысле не мои? Те живут. Как х может спровоцировать выгорание? Это короткий, казалось бы, вопрос, да, но очень-очень важный. Давайте спросим, кого-нибудь из «Игрек». Кого-нибудь из «Игрек». Ну, в дальнем углу, например, спросить, коль бы вас. Как с точки зрения поколения «Игрек» он смог бы спровоцировать выгорание волонтера? Возьмите, пожалуйста, микрофон. Ну, то, что я чаще всего наблюдаю, то, что я чаще всего от фонда слышу, это то, что когда «Игрек» не видит, что руководитель его слышит и дает то, что «Игрек» просит. И мне кажется, что это применительно даже не только в некоммерческой сфере, в любой сфере. Поэтому самая распространенная причина выгорания – это как раз-таки отсутствие действий со стороны руководителя на то, что озвучил «Игрек». Абсолютно. Спасибо большое. Если вы заявили, что это важно, у «Игрека» запускается процесс, он начинает думать, как это важно сделать. Смотрите, он пришел и работает у вас волонтером, вы уже убедили его в том, что это важно. Или он сам решил, что это важно и нашел вас. Он начинает предлагать. А вы весь такой занято, у вас куча проблем, вопросов и так далее. И вы, подожди, это не надо, это не сейчас, это потом. Вообще вот это надо делать. Что ты все время пристаешь? У «Игрека» неведомо возникает протест. Ты сказал, что это важно? Какого черта ты не слушаешь моей идеи? Если бы босс послушал и аргументированно объяснил, что смотри, сейчас ситуация такая-такая-такая-такая, то, что ты предложил здорово, но не может быть реализовано в данном моменте. Потом сможет, сейчас он будет. Извини, это вообще не в формате нашей работы. С этой хорошей идеей может интересовать, куда-то еще обратиться. У нас это не вписывается. Попробуй придумать что-то, что вписывается к нам. То есть, развернутая реакция, даже если вы не можете, как начальник, сделать это, объясните, почему не можете. Очень подробно объясните, очень тщательно. А если вам просто некогда, да, и вы вот прям просто неволно, да, он тут прибежал опять, он завтра поговорил, это с точки зрения «Игрека» не просто хамство. Это вы прийдете ему в душу. Вот так уж, если честно. И надо обладать железными нервами, чтобы выдержать такие влевки раз за раз. Это одна причина выгорания волонтеров. И вторая причина очень распространенная, это отсутствие обратной связи. Иксы не любят хвалить. У иксов вообще есть установка, что если ты что-то сделал, ну как бы и молодец, как бы. А хвалить надо за сверхдостижение. А с точки зрения «Игрека» хвалить надо, потому что людей надо хвалить. Доброе слово, знаете, и кошки приятные. Я сделал вот это. Молодец. Я сделал это. Ага. Я вот это сделал. Ага. Игорь говорит, короче, до свидания. Неинтересно. Я тут работаю, а вы даже спасибо сказать не можете. Как не можем? Тебе же вон там смотри, вот ты это делал. Там люди тебе благодарны. Люди благодарны. А вы, босс, нет. И я буду волонтером, только не с вами. До свидания. Или вообще не буду волонтером, если это там третья, четвертая попытка. Да, все вы одинаковые. Вот найду кого-нибудь, я одни Игреки меня будут принимать. Тогда да. А пока нет. То есть причин на выгорание, на самом деле, их очень немного. Да, там есть группа всего две. Примыкающие друг к другу. Но их хоть и мало, но они очень важны. И на самом деле простейшая попытка с этим работать со стороны босса, она приводит к кардинальному изменению ситуации, к очень резкому повышению мотивированности волонтеров. Но уж если вы еще и мотивационные факторы их не чтете, да, вы не помените себе табличку посмотреть, то вам гарантирована долгая и устойчивая работа вашей команды, ваших проектов. Ну и пару слов про диджитал. В общем-то, ну а что говорить про диджитал? Все, что можно сказать про диджитал, укладывается в всего одну фразу, вот с моей точки зрения, да. Для иксов весь этот цифровой мир, эта штука опасная, эта штука трудная, ее надо осваивать, я осваиваю, говорит икс. С точки зрения иксов, что там осваивать? Берешь и коммуницируешь, живешь и живешь, вот тебе сервис, вот новые сервисы. Поэтому очень комично выглядит история, когда икс, например, говорит в 2018 году, а я занес тебе эккаунт в фейсбуке. Молодец, говорит Моевик, вот, среди таких же динозавров, как ты, вот, тактично он думает дальше. Кому сейчас нужен в фейсбуке? И это еще ничего, по-божественно, поколение Z, которое в следующем году, там я даже цитировать не буду, что они будут по-богу таких, вот. И эта коллизия, она неразрешима, тоже по большому счету, надо принять как факт. А до игриков надо принять как факт, что иксам не очень легко даются некоторые вещи. И если вам, например, комфортно в инстаграме, то иксу, скорее всего, нет. Просто потому, что он не понимает этого формата. А если вам нравятся видосики коротенькие, да, все эти там, stories и прочие истории анимирования, помните, что иксам обычно анимированность, видосик еще звук, не полагающийся, бить слегка. Ему бы текстика побольше, в прямом случае, картинка. Ну, как-то хотите коммуницировать, учите особенности друг друга. Вот, но здесь с игриками проще. До них можно донести концепцию, дедушка Старик, ему надо снисходить. А игрики, они добрые, по большому счету. До икса донести мысль, что люди этим и живут. Да, если тебе говорят, что это так, это так. Если тебе говорят, что не надо делать двухчасовое видео, даже если ты мега-крутый весь в реалии, нарежь его на куски по 5-7 минут, как бы, максимум. Ну, нарежь, с тебя не уйдет, зато бы хотелось посмотреть. Вот. А твой героически выстроенный, отлично смонтированный двухчасовой ролик, смотреть не будет никто вообще. Даже если он мега-супер-крут и успешен. Так. Вот. Хуже там двухчасового ролика, только какая-нибудь двухчасовая лекция. А сейчас я вам расскажу. Не надо. И не надо там бросаться словами про клипы и смешные. Оно не клипы, оно просто другое, на самом деле. С той стороны, могу сказать, что я как-то втянулся. Не очень было просто. Вот. Но я вообще очень любил видеть, как формат коммуникации, как формат обучения я тексту, честно. Для того, чтобы что-то понять, мне проще всего прочесть текст. Вот. Понять что-то, посмотреть видео, я все равно потом читаю. Я не очень понимаю, как можно понять, только на одном видео. Но зато я приучил себя к коротким форматам. Во всяком случае, иди и запенить что-нибудь сорокаминутное, непрерывное. Меня покинули. Мне стало древчужек. Во-первых, мне не надо с этим возиться. Во-вторых, если уж я решил что-нибудь такое сказать, там, да, вот в камеру, то меня хотя бы слышат те, кто мне это адресует. То есть, тигрик. И сам себя на видео не так, не очень, не нужно. Вот, ну, как-то так вот, ищут компромиссы. Поэтому эта история про диджит была, она, конечно, больше про то, что иксам надо как-то, ну, как-то надо принимать некоторые вещи. Не пытаться с ними бороться. Не надо им давать оценку. Если уж вам совсем это не нравится, поговорите с иксами. Тогда давай как-то подругой. Это все. Поэтому я сформулировал некий принцип трех П, который позволит вам гармонизировать отношения между иксами и иксами. И я считаю, что он хороший. Я его катал на живых людях, он работает. Во-первых, поймите. Не просто скажите, ага, да, поймите, почему иксы такие, почему иксы такие. Если не понимаете почему, хотя бы поймите факты. Они такие, 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 такие. Примите. Да, что такое примите? Это означает, что мы не даем оценку. Мы не говорим, ах, они разбрасываются. Они не разбрасываются. Вот, просто у иксов горизонтальная форма развития. Ах, они зануды. Они не зануды. Просто у иксов вертикальная форма развития и специализация. Ну, примите это как факт. Вас же не бесит, что красный цвет, он не зеленый. Что он красный. Ну, вот и тут не надо вносить оценочных факторов. Просто примите это. И предупреждайте. Предупреждайте здесь многогранно. С одной стороны, предупреждайте в том смысле, что не доводите. Плохо, вы тормозите раньше, чем возникли скандалы. А с другой стороны, предупреждайте своих собеседников другого поколения, что вы другие, что вас напрягает или радует нечто иное. Общайтесь и предупреждайте заранее, до того, как возникли проблемы. Если вы будете руководствоваться этим принципом 3П, жизнь ваша с точки зрения коммуникации между поколениями станет существенно проще. Ну, а теперь я предлагаю позадавать вопросы.